Привет всем, привет! И сегодня мы с вами будем оценивать ваши образы, ваши луки, потому что это видео, это оценка луков моих зрителей, и в это видео может попасть каждый из вас, кто сейчас начал смотреть это видео. А как это сделать? Ну, переходим вниз, вот такой вот указатель, необычно у меня сейчас получился, реально совершенно случайно. Там подробно все правила будут описаны, того, как в такие ролики можно попасть, потому что да, есть определенные правила того, ну, в общем-то, как в этом видео засветиться, и, к сожалению, все-таки вы должны понимать, что даже при выполнении всех условий попадают сюда далеко не все, потому что это физически невозможно. Под это видео, когда я выбирал образы, мне пришло несколько сотен уведомлений вновь, и мне очень приятно видеть от вас такую поддержку этой рубрики, значит, она вам нужна, значит, она вам нравится. Я постараюсь сделать это видео на регулярной основе, каждый месяц, и, возможно, сделать его даже каким-то тематическим, чтобы у нас с вами луки постоянно, так или иначе, отличались, видео отличались, выглядели по-разному, вам не наскучивали. Например, сегодня мы с вами будем смотреть на то, как хороший, отличный люкс вещи можно носить замечательно, в основном это видео будет такое пособие, как одеваться нужно, и здесь будут несколько образов того, как даже хорошие люксовые вещи можно надеть так, как, ну, так, что они будут смотреться, будто бы это какая-то поделка, либо проще было это заменить на вещи из магазина какого-нибудь твоего или Gloria Jeans. И несколько примеров будут того, как носить как раз-таки вещи из раздела Gloria Jeans H&M по стилю того, что это будет выглядеть почти как люкс, поэтому это видео, я думаю, для вас будет интересным, полезным, и давайте начинать. Начинаем мы всегда с того, что на мне и со спонсоров, и сегодня это настоящая комбо, потому что на мне бренд Awesome Change, это Awesome Change, у меня проблемы с произношением второго слова, у меня от них худи, и еще они мне подарили несколько вещей. Во-первых, это вот такой вот ремень, он рефлективный, кайфовая вещь, которую я думаю, я буду носить не как ремень, а я ее буду носить как пояс под какой-нибудь тренч, например, заменяя стандартный пояс, и потом, так как я почти всегда ночью освобождаюсь, он будет кайфово смотреться под огнями фонарей машины, будет прикольно и классно. И еще вот такой вот шоппер, сумка Toad, просто черная, отличная для меня на самом деле сейчас вещь, потому что, ну, у меня есть Toad Shopper только от Mijin Kutsune, который бежевый, и осенью-зимой будет сильно мараться, а этот мараться не будет. Для чего мне, к слову, нужен такая сумка-то, да, у ребят она еще дешевая безумно? Ну, для того, чтобы, наверное, сюда просто какие-то вещи и продукты складывать, когда я буду в магазинах, чтобы не брать какие-нибудь пакеты. А еще худи, как я сказал, они мне подарили, которые мне очень понравились. Мне дали размер XL, и за это ребятам большое спасибо, потому что оно теперь сидит так, как я хочу. Взял бы я сам, я бы брал M или L, я бы, наверное, был бы недоволен. Поэтому, когда будете покупать, проконсультируйтесь с ребятами. У меня вот рост 1,84 м, мне сказали, нужно взять XL, и да, я безумно доволен тем, как оно сидит, прям такой реально кайфовый оверсайз. И качественная вещь внутри у нас под кладом таким нетем, начесом мягким, черным, это важно, потому что он на футболках ваших, как правило, никак не остается, и если остается, то он не заметен. Если что, ссылки будут в описании, можете переходить смотреть. А мы с вами будем переходить смотреть на то, что уже на вас надето, а не только то, что надето на мне, и смотреть на то, как вы это умеете грамотно сочетать и носить. И начнем мы как раз с того парня, который идеально показывает то, как можно выглядеть, будто бы ты одет исключительно в люкс-брендах, но носить в то же время достаточно такие простые вещи. И выглядит это все реально, будто бы, ну, еще чуть-чуть, и можно так топать по дорожкам Милана на Fashion Week. В общем, вот такой вот простой парень, который по факту-то не такой-то уж и простой, потому что на нем замечательно смотрятся брюки с завышенной талией, да еще и нестандартной лиловой расцветки. Не каждый сможет такое надеть просто в жизнь, даже я бы, наверное, вряд ли их выносил просто в жизнь, но такую вещь нужно чувствовать, ее нужно любить, и тогда она будет вам замечательно подходить. В данном случае мне нравится здесь все безумно, мне нравится сочетание темперанов с этими брюками, к слову, у меня такие темпераны тоже есть, и если я повлиял на их покупку, то мне будет очень приятно, а если нет, то просто кайфовые классные кроссовки. Шикарные брюки, как я уже сказал, которые парню безумно идут, и футболка из коллаборации H&M 80s. Как я запоминаю-то, все эти вещи я даже не представляю, но все, что я знаю точно, то, что эта футболка очень кайфовая по своему крови, и, как мы видим на парне, он ее еще интересно стилизует. И еще очки, которые не такие, знаете, плохие, узкие, в стиле антитрендов Алиэкспресса, которые были год-полтора года назад актуальны, а такая форма типа Уфайт, но еще сильнее зауженная, и антитрендом они никаким не являются. Выглядят они стильно, и весь образ в целом выглядит очень классно, мне безумно он нравится. Идем дальше, и вот как раз теперь мы с вами видим то, как носить люксовые вещи и выглядеть, будто бы это магазин твое. Вот такой вот парень, кеды Dior, а что дальше? А дальше молодость, юность и непонимание того, как кеды Dior нужно носить, чтобы они выглядели кедами Dior. На самом деле, нужно тогда подробнее посмотреть тебе показы Ким Джонса при Dior, и понять, в общем-то, как вещи от Dior нужно носить и сочетать. Потому что здесь ни ДНК бренда не прослеживается, ни ДНК стиля в принципе. И суммарно это действительно выглядит как лук из магазина твое, Gloria Jeans, и заменим мы кеды, и будет только лучше. Потому что сердце кровью обливаться ни у кого не будет, особенно у меня. Вот моя критика, да, нужно здесь менять все, если хочется мне такие кеды, если хочется носить такие кеды. Вот, потому что, да, по Фрейду оговорочка, так как мне хочется в данном случае эти кеды поменять, чтобы лучше было для нас всех. Идем дальше, и тут мы видим то, как раз-таки, как можно испортить бренд MSGM, потому что здесь все тоже выглядит очень плохо. Начинаем мы с такой, знаете, слегка негативной нотки, но поверьте, дальше все будет классно. Я вам покажу, как нужно носить все из этого, и здесь, в общем-то, да, мы видим свитшот от MSGM, и, как мне кажется, взятый, наверное, в Йоксе на какую-нибудь распродажу. Потому что, да, у MSGM безумное количество классных, ярких, кайфовых вещей. Бренд MSGM вообще очень интересный, он делает кайфовые реально вещи, хотя про этот бренд редко говорят, но его в то же время на самом деле любят, и продажи у него хорошие. А здесь мы с вами видим простой черный свитшот, где по богам MSGM написано, ну, даже не знаю, как можно было такое выбрать при обилии всех вещей у MSGM. Как правило, такие вещи клиенты MSGM берут для того, чтобы у них ездить, честно говоря, по дачам, либо в доме своем осенью ходить, вот. Но, в общем-то, выбор неоднозначный, и его бы можно было по-другому носить, и это выделало бы все суммарно, наверное, даже хорошо. Но это брюки или джинсы, к слову, непонятно, да, по качеству твоей фотографии, потому что, ну, кто так снимает одежду напротив солнца-то, когда все сливается? Которые выглядят не укороченными в правильном, да, понимании для нас всех, а будто бы они просто тебе маленькие размером, эти джинсы-брюки. И эти монархи, которые сюда ни к чему, ну, то есть такие массивные кроссовки носят априори, не с этими вещами, не с этим низом, и оттого это все выглядит, ну, по-детски странно, будто бы действительно нет, ну, я не знаю, нет общего понимания и концепции того, как нужно что-либо из этих вещей носить. Ну, и просто обычная поясная сумка, которую он надел сюда и которая в итоге все только портит, потому что она будто бы темно-синяя, и она, ну, как там говорится, приличные поговорки, приличные поговорки. А, не пришей кобылих хвост, вот, так вот сказала бы моя бабушка, к слову, еще и портую цепочку, которая, которая никакая. Вот у меня здесь, видишь, цепочка, здесь на цепочке видны звенья этой цепи, она крупная, стильная типа, да, модная на данный момент, а на тебе, ну, это же просто цепь, которая, я даже не знаю, вот, для чего она, зачем она, она чуть толще той, которая идет совместно с крестиком, который дается вместе с твоим рождением, поэтому, ну, суммарно плохо, да. Идем дальше, здесь мы с вами видим такой вот образ в кайфовой локации, где, наверное, мы можем придраться за носки, казалось бы, да, казалось бы, мы с вами здесь можем придраться за носки, за эти дополнительные линии, снизу которые режут наш с вами рост, но если мы с вами не будем смотреть на такие вот мелочи, хотя из мелочей, в общем-то, картинка и создается, поэтому ты носки на просто белые замени, подробно объяснять почему, ну, окей, даже объясню, почему такие носки сейчас все не любят, потому что раньше была адская мода на весь этот свек, на носки хаффа с марихуанкой, на снэпбэке, на 90 airmax, и как-то все это настолько было популяризировано, то, что со временем это всем стало, в общем, тошнотворно, вот, и эти носки стали таким неким максимальным антитрендом в мире носков, хотя, казалось бы, да, как можно сделать носки, которые станут антитрендом, ну, как видите, это можно, поэтому, на самом деле, если мы здесь просто белые носки сделаем, да, даже если эти носки оставить и просто встать, то наверняка джинсы, эти цветочки, цветочки, листики, они загородят, и в итоге у нас с вами получится просто образ с белыми носками, суммарно все будет кайфово, никаких дополнительных линий не будет, потому что в других вещах мне здесь вообще придраться не к чему, замечательно сидит рубашка, замечательно сумка на нем сидит, замечательно ей цвету денима, и все просто понятно для каждого человека, для каждого парня, который хочет как-то одеться, например, летом, но сейчас не лето, возможно, вы уезжаете куда-то и хотите выглядеть стильно, вот, например, я бы так спокойно оделся и пошел бы куда-нибудь, и меня бы ничего не смущало, идем дальше, здесь мы с вами видим то, как парень из бюджетных вещей делает образ, который отдаленно будет напоминать, к примеру, базовый образ человека, который может себе позволить Берборе, это как раз пример того, как нужно носить бюджетные вещи, потому что суммарно, как мне полюбило слово суммарно, прям удивительно, в общем-то, тут все выглядит хорошо, по цветовой гамме, по всему, то есть это понятный, опять же, для всех образ, понятный, простой, стильный, в котором ты можешь взять, одеться, все это накинуть и пойти себе спокойно гулять, тут понятные для всех формы, тут нет, конечно же, ничего экстра модного, да, но это то, в чем ты просто берешь, укутываешься осенью и идешь себе по делам, и тебя ничего по итогу не смущает, отлично, отлично гармонируют цвета, все цвета, да, мне кажется, еще рукзак рефлективный, что выглядит прикольно, да, как вот этот вот ремешок рефлективный, просто кайфово, понятный и со вкусом, да, ну, фон только, мне кажется, немного не со вкусом, но окей, идем дальше, здесь мы с вами как раз-таки видим уже просто понятно, со вкусом, но еще и модно, потому что здесь, ну, вот реально все просто, я вот сам сейчас так одет, на удивление, да, на пару не просто худи, худи от Miss Behave, кстати, блин, как я реально запоминаю все эти вещи, какая-то чему бренду принадлежит, ну, вот кайфовый деним, кайфовый цвет, обрезанный снизу и снизу Air Force, Air Force это наша с вами вечная классика, удобные, классные, на удивление, опять же, вот, ребят, не поверите, я сегодня сам в Air Force, которые я не носил уже, блин, больше, ну, мне кажется, полугода или даже год, полтора года я их, наверное, не носил, вот насколько долго я их не носил, сегодня надеваю этот образ у нас с вами с Air Force, здесь у нас с вами Air Force белый и синим, какая-то худи, все идеально гармонирует по цветам, вообще выглядит стильно, мне очень нравится, нравится здесь все. Идем дальше, здесь мы с вами видим уже, уже не просто и стильно, а просто, нет, здесь слово просто вообще не подходит, ни в где, потому что это по-настоящему модно, фэшенебельно и, да, здесь те самые вещи, которые, которые, мне кажется, в принципе, дали нам с вами понять, как можно играть с формами, потому что это знаменитый свитер Раф Симонс, Нью-Йорк, который носил огромное количество фэшн-блогеров и фэшн-инфлюенсеров, потому что у него очень обычная форма, он такой обрезанный снизу, у него необычные такие рукава широкие, и он очень классно сидит на всех, кайфовые брюки с ремнем Эликс, иной какой-то уровень аксессуаров, особенно мужских, аксессуаров мужских очень мало, бренд Эликс делает их прям замечательными, и Detroit Runner от Раф Симонса, которые я не люблю в плане их комфорта, но к тому, что они стильные, ну, тут не придраться, я сам безумно их любил и хотел, пока я их не померил, а вот, когда я померил, понял, что носить их не буду, вот они, на удивление, гады, стали везде продаваться по каким-то безумным скидкам, до этого они везде стоили по 20-30 тысяч, и покупали все их за эти деньги, а как, я не понимаю, раз они такие носибельные. Выглядит здесь все очень стильно, кайфово, я прям хочу здесь из этого образа все вещи, то есть, вот, прошлый образ, это то, как я одет, например, сейчас, да, и то, как я одеваюсь, ну, почти всегда, и просто хожу по, ну, я не знаю, по городу, на работу, а второй образ, это когда у меня есть какое-то настроение более такое фэшнебельное, и я так тоже хожу просто по городу и так далее, это понятно, я такие вещи чувствую, этот парень тоже это чувствует, и к нему не хочется подойти и снять это все. Это очень важно, нужно чувствовать такие модные вещи. Идем дальше, здесь мы с вами видим вновь модный классный образ, на котором у нас с вами Акно Студио с кроссовочками, сумочкой Coldwall. Ну, здесь, ребят, просто, просто такая некая эклектика имеет место быть, и, блин, я не знаю, я не знаю, что здесь сказать, потому что мне нравится, мне нравится то, как это все выглядит по итогу, мне нравятся просто эти белые базовые кеда от Акно Студио, да, у которых только подошва немного такая, типа, винтажная, из-за чего мы с вами можем даже больше сочетаний с ними создавать. Мне нравятся брюки, которые на этом парне, как они сидят, и, блин, эта сумка Coldwall, которая покорила всех своей формой и ценой, она дешевле многих, поэтому, ну, здесь все просто, хорошо, править мне нечего. И на следующем образе мне тоже нечего править. Кстати, фотография, интересно, выполнена в стиле того, что тень показывает одно, он стоит по-другому. Кайфово все по цветам. Классные худи, мне кажется, это вновь Miss Behave, а если Miss Behave, то мне интересно, что это за бренд. Классные шорты, которые замечательно подходят по цвету к этому худи, и подтон уже идет ниже-ниже-ниже, в светлые тона, 500 и изи. Получаем хорошие вещи, которые правильно комбинируются. В то же время тут ничего сложного нет, но выглядит все замечательно и понятно каждому из нас. А дальше идет пример того, как носить бюджетные вещи, чтобы они выглядели люксовые. Здесь все спасает правильное сочетание пальто, винтажного денима и кроссовок. Винтажный деним, который у нас с вами в данном случае даже не обрезан, он просто складками ложится. Так теперь можно, так теперь нужно. Это у нас с вами некая тенденция последнего времени. Дальше мы видим действительно кайфовые кроссовки. Такие, знаете, винтажные модели, которые, к слову, что это? Это Puma, Fila. Я тут вижу какой-то значок, но не могу понять, но мне уже интересно, что это за модель. И однозначно пальто. Пальто это, в данном случае, это идеальное пальто, которое я бы носил с огромной радостью. Очень классно оно сидит. Оно правильной длины, оно объемное, классное. Но здесь единственный минус, это только то, что под джемперочком вот эта вот рубашечка, у которой воротничок правильно торчит, джемперочек ее облегает. И вот эти очки, ну как бы это образ простит. Если бы его делать таким fashion-fashionable, можно было бы просто объемно оверсайз рубашку накинуть, либо объемно оверсайз джемпер, что-то одно. И какие-нибудь очки в стиле того, что вот на тебе были бы линзы, и ты бы надел какие-нибудь просто правильные узкие очки, там, в стиле материса, например. И все. И было бы просто уже fashion-able, вот. Было бы очень модно. А так это просто понятно и носибельно, почему нет. Хорошая сенья. Дальше у нас с вами идет вот такой вот летний классный образ. Ну, где мне не к чему продаться, потому что лето – это минимум одежды. Это и есть, как правило, шорты, футболка и кайфовые кроссовки. Здесь нужно только вещи суммарно подобрать, чтобы они были все хорошие. Каждая единица отдельно смотрелась. И в данном случае футболка замечательная, шорты еще круче. У них такой необычный карман. И кроссовки – это новый Prada CloudBust, которые однозначно приковывают к себе внимание. И, блин, что-то я их тоже себе захотел. Единственное, только, знаешь, носки бы нужно подубрать. Тут носочки видны из этих Prada, поэтому, чтобы уж все выглядело максимально дорого, богато и в то же время просто и понятно, ну да, носки просто изменить, короткие надеть. И идем дальше. Потому что, ну, там действительно обсуждать нечего. Все просто хорошо и понятно. А вот дальше опять худи от Miss Behave. Я смотрю, всем полюбились эти худи. Значит, уж точно мне нужно уже наконец-то приобрести себе что-то от них. Давно собираю, да все никак не беру. Вот. Правильно сидящие брюки на этом парне. И вновь кеды от Dior, которые мы с вами видели ранее. Но в данном случае, да, эти кеды от Dior выглядят кедами от Dior, потому что они обыграны так, как нужно. Так, как стоит такие кеды носить. С хорошими брюками под вот это, да, правильно сидящими. С Уди Miss Behave, которая правильно сидит. То есть суммарно я вижу этот образ, я его читаю, я понимаю, о чем он. А там я просто вижу то, что, ну, будто бы у человека хватило денег на Dior. И он такой, ну, бля, возьму типа Dior. Ну, что у меня есть? Ну, вот еще это, это. Ну, в принципе, ок, я так всегда ходил. И все. И нет общего понимания того, как нужно носить вещи. Здесь это понимание есть. Но, конечно же, да, если мы сюда добавим еще кучу аксессуаров, там, куча колец, куча, там, цепей, можно вообще, прям, знаете, делать необычную позу и фоткаться по-модному в Инстаграм. Вот. А так просто кайфово выглядит, ну, просто кайфово. Я вот так сам хожу по городу, по улицам. Это мой стиль мне понятный. А дальше мы с вами видим тоже, когда все просто кайфово, но в то же время еще интереснее. Потому что, потому что здесь, ну, я сейчас объясню, почему интереснее. К слову, это сейчас последний образ будет. Я думаю, на этом мы с вами остановимся. Здесь все интересно, как минимум потому, что под эти треки выбраны нестандартные укороченные брюки, которые все до сих пор ищут, где бы их себе приобрести. Но в то же время уже многих от них начинает воротить, потому что у многих фэшн инфлюенсеров они уже давно есть, и мы их постоянно носим, у них фотографируемся с такими кроссовками, как Бальнис Сага Трек. А тут парень берет длинные брюки, которые кайфово ложатся на эти Бальнис Сага Трек. Классно. Ну, как и Бальнис Саги Трек. Бальнис Сага Трек, это вообще, мне кажется, однозначный must-have последних сезонов и этого сезона тоже. Если вы еще не успели их купить, то покупайте срочно. Футболка E-Tudes, E-Tudes Studio, у которой принт, цвет шрифта, логотипа идеально гармонирует с ремнем. И ремень тоже не по-простому надет, а из него торчит его конец. И классно выглядят очки именно на его форме лица. Прям реально офигенно подобранные очки. И сколько классно этот образ выглядит в целом. Насколько он продуманный, насколько он в то же время простой. Он выглядит... Он выглядит, понимаете? Самое главное, чтобы образ выглядел по итогу. И здесь все выглядит так, что мой глаз однозначно радуется. Ну и на этом давайте, наверное, это видео завершим. Я хочу сказать вам вот что. Надеюсь, это видео... Слушайте, такая прикольная поза. Странная, пугающая, мне кажется. Так вот, ребят, ну и под конец этого ролика я хочу сказать вам вот что. Сегодня мы с вами видели много образов. И каждый из этих образов нас чему-то с вами научил в плане каких-то сочетаний. Какие-то луки были максимально простые, какие-то были простые, но в то же время более-таки интересные. Благодаря добавлению каких-то деталей. Какие-то были из бюджетного вообще сегмента, но они выглядели очень дорого и стильно, потому что вещь каждая чувствовала с человеком. Он понимал, как вот это вот все сложное на себе носить и в то же время образ не перегрузить. Когда вещь, где каждая единица из вещей, да, такая яркая. И это очень важно, это очень важно чувствовать свой стиль. И в каждом из этих роликов мы понимаем по итогу только это. Важно чувствовать стиль, важно чувствовать себя комфортно в той одежде, которую мы с вами носим, и быть индивидуальными. И на этом это видео я хочу закончить. Надеюсь, это для вас было полезно, информативно и интересно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok